Всем привет, Кент, и пока на проводе, и сегодня, ребята, хотел бы вместе с вами поговорить про будущее обновление игрушки Stand Off 2. Что же добавят, и что же изменят, и что же вообще будет. Но, ребята, прямо с начала данного крутого видеоролика, хотел бы уточнить, что вся данная информация основана на логике, на моем общении с околоразработчиками, и на моих догадках. Поэтому, ребята, это не 100% инфа. Но, я надеюсь, что все-таки будет. Ну и как обычно, я же знаю, что вы забыли поставить лайк, поэтому, ребята, поставьте прямо в эту секунду лайк, напишите любой хороший комментарий, и подпишитесь на канал Кент АПК, потому что тут выходит много годноты. Наверное. Вы меня часто спрашиваете, мол, Кент АПК, откуда у тебя такие крутые скины. Это все благодаря компании 1хзб. Спонсором данного видео является компания 1хзб. Это высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа, и множество спортивных дисциплин. Приятный бонус по промокоду Кент. Ребята, начнем с далека. Мало ли кто не знал, каждые полгода добавляют новую коллекцию. Так вот, уже эти полгода проходят, и получается, в ближайшее время должны добавить новую коллекцию. Ребята, это очень круто и очень классно. Знаете почему? Не потому что будут там новые скины или еще что-то, а потому что с новой коллекцией, возможно, добавят новый нож. А новый нож, это, ребята, уже не кухры-мухры. Возможно, это будет нож-бабочка. Мало ли кто его знает. Ребята, как вы думаете, какой нож добавят разработчики? Напишите, пожалуйста, ваш ответ в комментариях. Мне будет интересно почитать. Я, ребятам, не буду давать подсказок, потому что я сам не знаю, но я вчера пообщался с одним околоразработчиком, и он меня подтолкнул в правильном направлении. Он мне сказал, что ножи берутся из Unity Store. Получается, ребята, зайдя в Unity Store, мы можем, возможно, найти предполагаемый будущий нож. Также в последнее время поднялась небольшая шумиха околоразработчика и околоютубера Джампера. Вы спросите, почему? Потому что Джампер постоянно в разделе сообщества публикует различные отсылочки и пасхалочки к будущим обновлениям, за что ему отдельный респект. И буквально недавно он опубликовал крутой ребус, и если его решить, то выйдет титл-гейм, что означает матчмейкинг. А если более детальнее, это означает рейтинговые игры. Да, он не указал даты, но он точно обозначил то, что разработчики не забили, и продолжает дальше разработку над этим режимом. Ну а теперь для тех, кто в танке, я, ребята, объясню, что такое матчмейкинг. Это, ребята, игра не просто на опыт, это игра на звание. Чем лучше ты играешь, тем выше у тебя звание. А это, ребята, означает то, что еще должны добавить ранги. Я надеюсь, что я все правильно понял. Но я заметил очень странное явление, что почти все подписчики пишут, да рейтинговые игры добавят скоро, рейтинговые игры добавят в конце этой коллекции. К сожалению, это очень-очень вряд ли, потому что для рейтинговых игр надо сбалансировать все оружие и добавить хотя бы еще парочку карт. А по поводу еще парочки карт, ходят такие легенды, мифы или слухи, то, что планируют добавить карту Зона 9 обратно в игру. По поводу даты обновления, я не знаю, когда она будет. Я могу всего лишь предположить, что это будет где-то в середине лета, потому что... Куда делать обновления, если еще есть куча багов? Да куда там баги? Есть куча читеров. Вот мне недавно парень писал, кинтпк, давай дуэль против читера. Я смотрю, что до сих пор есть читы. В первую очередь надо пофиксить все баги, убрать всех читеров, исправить все ошибки, там вылеты за карты и так далее, а только потом уже говорить о глобальных обновлениях. И еще ходит такой слушок, то, что скины 2 years можно будет продавать. То есть, как пройдет эта коллекция, все эти скины можно будет забрать себе и продать. Эта информация не проверена, но ютуберы ее распространяют. Я не знаю, насколько это правда, но даже если и добавят на торговую площадку скины 2 years, я уверен, что они будут стоить очень-очень дешево. Потому что они по факту никому не нужны, они есть практически у всех. И еще один такой важный аспект лично от меня, то что с выходом новой коллекции должны добавить новые скины. А если добавят новые скины, то, возможно, будут и новые кейсы. Вы просто представьте, насколько это будет круто, насколько это будет классно, лаконично, если добавят новые кейсы с новыми скинами. Это просто перевернет всю механику игры. Но знаете, чего я жду больше всего? Больше всего я жду того момента, когда АКР перестанет давать в голову минус 28 хп. Я просто не понимаю, это или троллинг от разработчиков, или это ошибка, которую они никак не могут исправить. Потому что это уже меня лично бесит. Ребят, кого тоже это раздражает, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Давайте запустим небольшой спойлер. Как вы все знаете, в ближайшее время заканчивается ивент Голд Пасс. А это означает то, что будет обнова. И получается, в этой обнове уже будет что-то новенькое. Я лично думаю, что туда добавят просто возможность продажи скинов с Голд Пасса. Ну, с ивента Туерс, и все. Ну, а мало ли, там добавят что-то другое. Как вы думаете, напишите об этом в комментариях. Мне очень важно ваше мнение. В заключении хотелось бы сказать, что разработчики большие молодцы, потому что они не стоят на одном месте. Они постоянно выпускают какие-то обновы. Они постоянно вводят всякие плюшки. И самое главное, они постоянно делают всякие пасхалочки для нас с вами. За что им отдельный респект. В принципе, на этом все. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и напишите любой хороший комментарий, и напишите, какой обновы вы ждете больше всего. С вами был ваш Кент и ПК. Еще раз хочу напомнить то, что это не 100% инфа, это всего лишь мои догадки. Ну, а с вами был Кент. Всем удачи, и всем пока. Все полезные ссылочки в описании. Продолжение следует...